День разрушения первого и второго храма, 9 ава. Практически храмы были построены на высоте любви к ближнему. Разрушение первого и второго храма было предусмотрено еще до их сооружения. А для чего это надо делать? Строится храм на высоте любви к ближнему. Вроде можно уже двигаться потихонечку, переносить это на человечество, чтобы человечество... Нет, люди не понимают этого. Для чего тогда они были построены? Они для чего-то были построены? Чтобы убедиться, что в таком виде, как они были построены, они стоять не могут. Потому что каждый храм, он олицетворял собой объединение народа. А поскольку это объединение было недостаточным, то храм разрушился. Для чего они разрушились, эти храмы? Для того, чтобы воссоздать третий храм. Это самое главное. Третий храм мы должны построить только своими просьбами, молитвами. Потому что третий храм, он строится из таких желаний, намерений, объединений, которые человек не в состоянии сделать, а только просить. То есть третий храм будет построен на основе объединения всего мира? Да. Это был один народ, который строил два храма, а сейчас третий храм строится всем миром. Да, поэтому сказано, мой дом, домом молитвы наречется для всех народов мира. Вот скажите мне, чтобы стал храм, для этого предыдущий должен быть разрушен? Конечно. Да? Обязательно. Потому что именно на основе разрушения храма, когда человек понимает, почему он разрушился, этот храм, он может исправлять свое отношение к самому понятию храма и строить новый. Вот вы сейчас чувствуете, что наступает это время строительства третьего храма или нет еще? Я это чувствую, но люди еще пока не чувствуют. Не понимают необходимости вообще, что такое третий храм. Они еще не врубаются, как говорится по-русски. Это где-то там не записано, по-моему, в человеке. Только мы говорим о третьем храме, там говорят о третьем храме. Нет, третий храм, об этом сказано в Кабале очень много. А почва будет только любовь к ближнему, да? Да. В общем-то, все говорят об этом, вот так вот, правильно? Говорить все говорят, это да. Говорить говорят. Но вы считаете, что только говорят, да? Ну, конечно, нет здесь абсолютно никаких реализаций, но нет ничего. А кто, где ты видел, в каком народе ты видел объединение, причем объединение не только внутри себя, а и с другими народами, побуждение к этому, нет ничего. Ну, и у нашего народа тоже нет. Просто это должно начинать проявляться. А вот как вы почувствуете, что вот признак, это будет полный тупик, полный храм, да? Да, это будет из полного тупика, полного разочарования в том, что мы сейчас имеем, и движение к объединению, как к единственному выходу из этих наших состояний. То есть, как вы часто говорите, должен быть такой вселенский крик, да? Да. Вой такой, да? Вой, да. Мы хотим строить... Стон. Стон. Что в этом стоне, там, помните, как? Что в этом стоне будет? В этом стоне будет абсолютное отчаяние достичь своего предназначения. Не просто жить. Жить, умереть, это все, в конце концов, все живем и все умираем. В этом нет ничего. Там, пару лет раньше, позже, человек может с этим свыкнуться и сказать, все, я иду. Да. А стон от того, что перед тобой возникает огромная возможность приклеиться к новому совершенно миру. Ты начинаешь ощущать, что ты можешь подняться на иной уровень существования. Дело не в жизни и в смерти, а в идеале. Что там? Что там? Что это за идеал? Что там? Идеал объединения всех над ненавистью. Всех, вы имеете в виду, вообще всех? Абсолютно всех. И это чувствовать будет один человек? Все будут чувствовать, как один. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok